Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Галина Топилина. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Информационные технологии – одно из приоритетных направлений в экономической политике. Руководитель региона Вячеслав Федорищев провел встречу с представителями IT-сообщества. Говорили о мерах безопасности в школах и на избирательных участках. Глава Самары Елена Лапушкина провела заседание профильной комиссии. В лидерах работники производства электро- и оптического оборудования. Специалисты проанализировали предложения на рынке труда с самыми высокими зарплатами в России. Кто еще попал в список? В игровой форме напомнили детям о правилах дорожного движения. В Красноглинском районе для воспитанников Центра дополнительного образования прошла всероссийская акция «Безопасность детства». Глава региона Вячеслав Федорищев провел встречу с представителями IT-сообщества региона. Он подчеркнул, что развитие отрасли информационных технологий является одним из приоритетных в экономической политике. Эта сфера будущего позволяет и всем остальным отраслям развиваться более активно. Вячеслав Федорищев призвал активно вносить предложения по мерам поддержки для айтишников и пообещал, что будут пересмотрены действующие льготы и грантовая поддержка. О мерах антитеррористической и противопожарной безопасности в образовательных учреждениях в преддверии нового учебного года и единого дня голосования на выборах губернатора говорили в мэрии на заседании профильной комиссии. Его провела глава города Елена Лапушкина. Участие в совещании приняли руководители отраслевых департаментов, представители МВД, Росгвардии, МЧС. Подробности расскажем в нашем сюжете. Система видеонаблюдения, металлодетекторы, наличие охранной сигнализации и тревожной кнопки вызова на пульт Росгвардии. Проверка самарских школ показала полную готовность учреждений к новому учебному году. Об этом рассказали на заседании профильной комиссии. Его провела глава города Елена Лапушкина. Традиционная тренировка для персонала по отработке действий во время возникновения угрозы безопасности в образовательных учреждениях намечена на последние дни августа. Тренировка во всех, без исключения, школах городского округа Самара будет проведена. Мы отрабатываем действия персонала по двум видам угроз. Первая угроза – это проникновение злоумышленника, и вторая угроза – это сообщение ГУЧС. Два вида в этом году и два алгоритма действий сотрудники должны быть ознакомлены, документы из Министерства просвещения получены. На заседании комиссии говорили об организации безопасности и антитеррористической защищенности на избирательных участках в дни голосования. Напомним, 6, 7, 8 сентября в регионе пройдут выборы губернатора. 472 избирательных участка откроют свои двери в Самаре. Они будут размещаться стационарно в 241 здании. Откроются и 12 временных участков в лечебных учреждениях города и на базе аэропорта Курумыч. 80% всех участков разместятся в учреждениях среднего и дополнительного образования. В преддверии выборов силовые ведомства с участием районных администраций и представителей территориальных избирательных комиссий проверили на участках исправность охранной сигнализации, рамок металлоискателей, наличие кнопок тревожной сигнализации, системы видеонаблюдения, работу системы связи, наличие средств противопожарной безопасности. Все участки оборудованы пожарной сигнализацией, стационарными металлодетекторами и первичными средствами пожаротушения. Проведена работа с операторами связи по обеспечению избирательных участков бесперебойной связью. На заседании комиссии анонсировали старт адресного информирования избирателей. Оно пройдет с 21 августа по 3 сентября. В ходе поквартирного обхода члены участковой избирательной комиссии оповестят избирателей о дате, времени, месте голосования. Ответят на все интересующие вопросы. Галина Топилина, Николай Епифанов, События. В промышленном районе Самары подходит к завершению благоустройства дворов по программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда». В двух соседних дворах на улице Нововокзальной заканчивают обустройство тротуаров и проездов. Уже установили оборудование на игровых площадках. Как идут работы и когда их планируют завершить, расскажет Светлана Кудрявцева. Во дворе 134-го дома на улице Нововокзальной вместо зарослей кустарника теперь ухоженная территория с зонами отдыха. Для людей постарше – лавочки, дорожки для прогулок, для детей – игровые площадки. Завершается обустройство тротуаров, внутри дворовых проездов и парковочных карманов. Идет укладка асфальта. Работы ведут по программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда». Объем работ по плитке, значит, по плиточному покрытию в районе 3000 квадратных метров, по покрытию дорог в районе 1000 квадратных метров – 2000, от 1000 до 2000. В зависимости от уже будет пожеланий жителей, опять же, какие-то еще будут администрации, от заказчика. То есть, вот, работа выполняется все в срок. Во дворе появилось новое игровое оборудование. Установкой занимается субподрядная организация. Установлены детские комплексы, песочница, качельки. Также здесь будут доустановлены лавочки и урны. Сегодня как раз происходит укладка верхнего слоя резинового покрытия. Резиновое покрытие толщиной 5 сантиметров. В укладке антитравматичного покрытия на детской площадке принял участие и глава промышленного района Данил Морозов. Дорога, да, да, да. Финальный слой антитравматического покрытия мы выкладываем на детской площадке. А также у нас сегодня проходит укладка асфальта на методовровом проезде и тротуаре. И, конечно же, во всех этих процессах у нас участвуют и контролируют жители. С самого начала составления проекта и до конца, и в процессе ведения работ, и до приемки работы. Даже учитывается то, где-то там, например, сохранить дерево, или там, допустим, здесь песочницу, здесь футбольный поле, здесь лавочки, здесь освещение. То есть ведется работа взаимодействия, то есть на полном понимании и учитываются все пожелания жителей. Есть уголочки для всех возрастов жителей. То есть от мал до велик они могут гулять, наслаждаться природой, своим двором. Мамочки могут сидеть, отдыхать на лавке, детки, не травмируясь, поиграть. В соседнем дворе на новой вокзальной 136-144 установлены детские игровые комплексы, а также по заявке жителей оборудовали футбольное поле. Ограждение, газон с разметкой, каркас ворот, осталось только натянуть сетку. В этом же дворе готовят проезды к укладке асфальта. У нас по программе «Комфортная городская среда» 6 дворовых территорий благоустраиваются, по программе «Инициативное бюджетирование» 5 дворовых территорий, по программе «Содействие» 8 дворовых территорий, и на всех адресах идет ремонт у триквартальных проездов. Помимо этого, еще на 80 миллионов рублей у нас порядка 40 адресов на сегодняшний день в районе, где идет ремонт у триквартальных проездов. Благоустройство дворов завершат до конца августа. Подрядчики укладываются в установленные сроки. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События. Специалисты проанализировали предложения на рынке труда с самыми высокими зарплатами в России. В рейтинге вакансий первое место в июле 2024 года заняло производство электро- и оптического оборудования. Новым сотрудникам готовы платить в среднем 182 тысячи рублей в месяц. На втором месте работа в сырьевом секторе. Это добыча и переработка угля, руд и других полезных ископаемых. Соискателям предлагают среднюю зарплату 125 тысяч рублей в месяц. Третью позицию заняла сфера тяжелого машиностроения. Здесь в июле этого года новым сотрудникам предлагали 113 тысяч рублей. Также на достаточно высоком уровне популярности остается оказание ремонтных работ и отделка помещений. Пришедшим в эту сферу готовы платить 102 тысячи рублей в месяц. Мошенники придумали новый способ обмана самарцев. Ответственность за преступления аферисты пытаются перевести на свою жертву. Злоумышленники убеждают граждан сдать свою банковскую карту в аренду. Обещают законный доход без лишних усилий. Фактически же карты используются для перечисления на них похищенных средств. Таким образом, изначальный владелец становится соучастником преступления. Кроме того, сдача карты в аренду может привести к тому, что владелец попадет в черные списки банков. Мошенники могут оформить на его имя кредиты, и человек будет выплачивать долги. Только за прошлый год на счетах так называемых дропов было задержано более 1 миллиарда рублей. А теперь коротко о других темах дня. В Самаре произошло ДТП с участием мопеда. Об этом сообщает региональное главное управление МВД. Напротив дома номер 166 по улице Тухачевского 25-летний водитель мопеда Альфа не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с попутным ренологом под управлением 39-летнего мужчины. В результате аварии водители мопеда госпитализировались травмами. В Самарской области стартовало адресное информирование избирателей. Об этом сообщили в региональном избиркоме. Участники проекта «Информ УИК» выдадут горожанам приглашение к участию в голосовании и расскажут, где, во сколько и в каких формах можно оставить свой голос за кандидата. О местонахождении избирательного участка по месту регистрации жителей города или области. О кандидатах на должность губернатора Самарской области. Адресное информирование продлится до 3 сентября включительно. Главой Богатовского района Самарской области стал Михаил Чернов. Местные депутаты одобрили его кандидатуру на заседании конкурсной комиссии. Как написал Михаил Чернов на своей странице в социальной сети, «Новое время ставит перед нами новые задачи, которые мы будем решать совместно, помогая друг другу. Ключевая из них – улучшение качества жизни людей». Всего в конкурсе приняли участие 5 претендентов, которые представили свои концепции дальнейшего социально-экономического развития муниципального района. В Самарской области завершают ремонт на 20-м километре трассы Самара-Волгоград-Красноармейская пестравка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на трассе уложили верхний слой дорожного покрытия. Также специалисты заканчивают нанесение разметки термопластиком и установку двух новых остановок. Врач-терапевт рассказал, какие заболевания могут подстерегать россиян осенью. В данный период года обостряются боли в суставах, аллергия, сердечно-сосудистые заболевания и мигрени. Для профилактики необходимо придерживаться четкого распорядка дня, сбалансированного питания и регулярно гулять на свежем воздухе. Самым частым осенним недугом является депрессия. Это связано с дефицитом солнечного света, из-за чего у людей возникает чувство хронической усталости и тревожности. Не скучная лекция, а увлекательная игра с пользой. В Красноглинском районе Самары в рамках всероссийской акции «Безопасность детства» прошла встреча инспекторов ГИБДД с воспитанниками Центра дополнительного образования. Ребятам в игровой форме напомнили о правилах дорожного движения. Подробнее в нашем сюжете. Яркая передвижная лаборатория ПДД вызвала интерес у детей в Красноглинском районе. Инспекторы дорожного движения приехали на встречу с воспитанниками Центра дополнительного образования. Несмотря на хорошую летнюю погоду, ребята с интересом слушали рекомендации Совета сотрудников ГАИ и сами активно отвечали на вопросы. Я считаю, что это очень полезно летом закреплять знания, полученные в течение года и повторять, чтобы дальше применять их на практике, чтобы не было этих происшествий. Встреча состоялась в рамках всероссийской акции «Безопасность детства». Она направлена на профилактику детского травматизма и предотвращение чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними. Ребятам напомнили о правах и обязанностях пешеходов, в игровой форме рассказали о важных дорожных знаках и сигналах, а также разобрали различные ситуации. Отдельно говорили и о правилах использования самокатов и велосипедов. Сейчас эта тема очень актуальна, поэтому при беседе мы каждый раз затрагиваем тему вот этих вот средств индивидуальной мобильности, как правильно переходить в проезжую часть, управляя данными транспортными средствами, что обязательно необходимо спешиваться. Ранее слушателями акции стали участники смен в загородных лагерях. Встречи продолжатся и в других районах, чтобы ребята в преддверии учебного года могли уверенно выбирать безопасные пути к своим школам. Андрей Горгуленко, Игорь Казановский, События. 2024 год объявлен годом семьи. Особое внимание на протяжении этого периода уделяют сохранению традиционных семейных ценностей, таких как любовь, верность, уважение, взаимопонимание и поддержка. Наши корреспонденты спросили у жителей Самары, должны ли дети прислушиваться к советам старших членов семьи. Я считаю, что прислушиваться должны, но опыт у них тоже должен быть свой. Ну а как? Без советов старших это тоже… Опять же у старших свой опыт, у детей свой опыт. Наверное, должны, но это сложно им это объяснить, поэтому задача родителей – это донести до их сознания, чтобы они поняли, что определенные действия сделать необходимо. Если родители относятся к родителям принадлежительно, соответственно, и дети будут, внуки, относитесь так. Если в семье заведено, что человек с возрастом – это авторитет, значит, должны относиться и соответствующие. Опыт, потому что больше информации, потому что это забота старших. Это могут быть там бабушки, дедушки, родители, педагоги, воспитатели. Но если это опять же идет на благо ребенка. Дети к старшим прислушиваться должны, не исключая своего собственного мнения. И это прислушивание должно быть обязательным уважением к одной и другой стороне. Тогда только это положительный эффект. Если этого нет с одной и с другой стороны, то тогда это пустота прислушивания. Они прислушиваются и мотают себе на ус и поступают наоборот. Лето – пора фотосессий. В это время года студией может стать любая уличная локация. Самый популярный у самарцев направление фотосессий – лайфстайл. Это когда снимают модель в движении на улице. На втором месте – винтаж. А третья популярность – лавстори. Как найти своего фотографа и подготовиться к съемке, расскажет Ксения Баканова. На горных вершинах, на вулканах, под водой и даже в местах, где давно не ступала нога человека. Люди фотографируются везде. Для кого-то это занятие – не просто увлечение, а еще и профессия. Алла Кучерявая умеет поймать момент. Рассказывает, порой идеи для съемки рождаются спонтанно. Так появилась фотография холмы. Фотограф отправилась на природу с друзьями, прихватив с собой кусок марли. Думала использовать как полотенце для рук, но у творческого человека любой предмет становится частью произведения искусства. И в этой низиночке я сижу, смотрю на этот холм и думаю, вот с этого ракурса, прям так близко облака, как будто здесь высота очень большая. А они как раз достают еду и говорят, зачем тебе здесь марля? Я говорю, ну вот для того, чтобы вас сейчас в нее завернуть и посадить туда. Я их завернула в марлю, они там посидели минут пять и в итоге родилась эта фотография. Герои работ Аллы – это люди разных профессий. Хореографы, артисты, преподаватели и музыканты. Однако самым требовательным клиентом остается ее мама. Я, наверное, один из самых сложных ее персонажей. Если другие люди, которые приходят к ней на фотосессию, они могут выразить свое мнение более скромно, то я говорю прямо в упор, что вот это нет, вот это вообще нет, а вот это да, а вот так давай еще. Самые интересные снимки Алла Кучерява отобрала для персональной выставки. Мастер назвала ее «Взгляд на формы». Здесь нет правильного ответа на вопрос, что изобразил художник. Очень часто я слышу в отношении этой выставки от людей, особенно если это все-таки люди, такие сферы искусства, о том, что эта выставка очень пронзительная, о, как ни странно, об одиночестве, о хрупкости, о хрупкости тела, о хрупкости человека, человеческой души, человеческой жизни. Особое место для фотохудожника занимает студийная работа. Там есть для этого все – фотофоны, осветительные приборы и реквизит. Но порой важнее обсудить с героем то, что он хочет увидеть на снимках. Один из страхов перед фотосессией – это неумение позировать. Многие из нас боятся выглядеть нелепо в процессе съемки из-за неуверенных движений и зажатости. Специалисты отмечают – важно полностью довериться профессионалу, слушать и повторять за ним. Передать эмоции, рассказать историю человека, отразить его настроение – все это задача фотохудожника. Увидеть в герое то, в результате чего и получается тот самый снимок. Ксения Баканова, Николай Сидоров, События. Провести время с пользой на свежем воздухе. В Самаре продолжается спортивный марафон «Самара в движении» – одна из четырех площадок парка имени Юрия Гагарина. Занятия могут посетить все желающие. Наша съемочная группа побывала на одной из тренировок. Жительница Самары Дарья Бычкова уже третью неделю активно посещает занятия по растяжке и зумбе. Говорит, так она может расслабиться и восстановить свои силы. Занимается спортом Дарья в парке Гагарина. Поскольку живет недалеко, но в ближайшее время планирует съездить на тренировки и на набережную. Это раскрепощает, потому что вокруг очень много людей и кажется, блин, они сейчас смотрят. А на самом деле, да нет, ты представлен сам себе и тренеру. Это свежий воздух, безусловно, очень полезно для организма. Занятия в рамках акции «Самара в движении» проводят по четырем адресам. В парках «50-летие Октября» и Гагарина, на площади Куйбышева и на набережной в районе Первомайского спуска. Ведут их тренеры из фитнес-клубов, спортивных федераций и танцевальных студий. Вдох и на выдох перекат. Во время переката расслабляем поясницу. Еще пару раз. Спорт всегда полезен в любом виде, поэтому всем советую обязательно заниматься спортом. Тем более в такой акции, которая предоставляет бесплатные тренировки на свежем воздухе. Здесь кислородом мы дышим, мы не в закрытом помещении. Соответственно, насыщение кислородом происходит лучше. Акция «Самара в движении» продлится до 31 августа. Занятие проходит с 17 до 21 часа. Организатор – городской департамент физкультуры и спорта. Августина Охременко, Валерий Майоров, События. Самарские спортсмены удачно выступили на прошедших всероссийских соревнованиях по легкой атлетике, тхэквондо и гребле на байдарках и каное. Удалось завоевать целую россыпь медалей. А хоккеисты Тольяттинской лады стали лучшими на Кубке президента Республики Казахстан. Подробнее в нашей спортивной рубрике. Тренерский штаб сборной России по футболу объявил расширенный состав на сентябрьские сборы. В список попали футболисты Крыльев Советов – Александр Солдатенков и Сергей Бабкин. В начале сентября сборная России примет участие в товарищеском турнире, где сыграет с национальными командами Вьетнама и Таиланда. Игроки хоккейного клуба «Лада» стали победителями предсезонного турнира – Кубок президента Республики Казахстан. В финале тольяттинцы играли против сборной хозяев турнира. В первом периоде волжане вышли вперед. В начале второго игрового отрезка казахи сравняли, но тольяттинцы реализовали большинство и вновь повели в счете. 2-1. Так встреча и закончилась. Следующие матчи на предсезонке «Лада» проведет в рамках Кубка губернатора Челябинской области, который пройдет в Челябинске с 27 по 30 августа. В Екатеринбурге прошел чемпионат России по легкой атлетике, совмещенный с этапом профессиональных соревнований «Королева спорта». Участниками стали 673 спортсмена из 70 регионов России, из Белоруссии и Китая. В метании молота чемпионкой страны стала Софья Палкина, представляющая Самарскую и Московскую области. В квалификации у нее был третий результат, но в финале у тольяттинской спортсменки каждый бросок получался лучше предыдущего. Она стала победительницей соревнований с результатом 72 метра 40 сантиметров. В Тольятти прошел чемпионат Приволжского федерального округа по Тхаквандо. Сборная Самарской области заняла первое общекомандное место в неофициальном медальном зачете. Всего представители 63 региона завоевали 17 медалей – 8 золотых, 4 серебряные и 5 бронзовых. На верхнюю ступень пьедестала поднимались Дмитрий Балахнеев, Алексей Кузминов, Дмитрий Блинов, Алиса Ангелова, Ирина Рогозина, Анна Зяблицева, Кира Скворцова и Кристина Сергеева. В Москве прошли международные соревнования по гребле на байдарках и каное – Кубок Доброй Воли. Представители сборной Самарской области выиграли медали на шести дистанциях. Михаил Павлов в экипаже каное «Двойки» завоевал золото на дистанции 200 метров и серебро на дистанции 500 метров. Илья Штакалов в составе каное «Двойки» стал бронзовым призером на дистанции 1 километр. Также самарские гребцы в экипажах из 10 человек завоевали 2 серебра и 1 бронзу. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они сегодня писали на своих информационных площадках. Администрация Самары в телеграм-канале «Вести» с Дворянской приглашает горожан принять участие в опросе на тему туристической привлекательности Самары. В рамках реализации проекта туристического кода центра города планируют установить сенсорные информационные экраны. Как вы считаете, какую информацию нужно разместить на них? Экскурсионные предложения по Самаре, туристические маршруты для самостоятельных экскурсий, информацию об отелях, точках общественного питания, развлекательных местах, информацию о культурных объектах города, музеях, выставках, памятниках, архитектуре, достопримечательностях. Опрос можно пройти в телеграм-канале Департамента экономического развития, инвестиций и торговли. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки напоминает, что в качестве одной из дополнительных мер соцподдержки для отдельных категорий медицинских работников является компенсация за частный детский сад. Она составляет 50% от ежемесячной оплаты. Рассчитывать на нее могут участковые врачи-терапевты-педиатр, врач общей практики, медсестры-врачи-терапевты-педиатра и врача общей практики. Компенсацию могут получить медработники, работающие в госучреждениях Самары, чьи дети в возрасте от 1,5 до 6,5 лет посещают частный детский сад. Подробную информацию можно получить по телефону, указанному на экране. Администрация железнодорожного района напоминает, что в век технологий к привычным правилам для детей, которые все знали с детства, добавляются новые правила финансовой грамотности и кибербезопасности. И разместила карточки, которые содержат необходимую информацию. Детям рекомендуют установить на гаджеты антивирус, никому не говорить номера банковских карт и коды из СМС, не помогать чужим людям обналичивать деньги через твою карту, не переходить по незнакомым ссылкам. На этом выпуск подошел к концу. Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова